Месяц назад, 13 июня 2017 года, в истории нашего здравоохранения произошло историческое событие. При поддержке Министерства здравоохранения Республики Сахая Кутя в лице Михаила Горького Хлопкова, при поддержке главного отоларинголога Министерства здравоохранения Сильской Федерации, доктора медицинского луга Николая Аркадьевича Дайхиса, в нашей республике произведено внедрение системы коклеарной имплантации. Буквально вчера, 21 июля, к нам прилетел ведущий аудиолог из научно-клинического центра отоларингологии, Федеральное медико-биологическое агентство, кандидат медицинских наук, руководитель слуховой реабилитации Антон Сергеевич Мачалов. И вчера прооперированным детишкам впервые был подключен речевой процессор и запущен коклеарный имплант. То есть вчера прооперированные дети впервые услышали окружающий мир, голос мамы. На самом деле от хирургов зависит только 20%, а остальные 80% результата зависит от реабилитации. Это кропотливый труд самих родителей, сурдопедагогов, сурдологов, аудиологов. Хочется отметить, что вчера всем пятерым детям при подключении реакция была у детей у всех положительная. Это хороший признак. При хорошей сфере реабилитации эти дети смогут уже свободно интегрироваться в наше общество. То есть свободно с остальными детьми посещать детский сад, школу. За эти дни мы произвели включение речевых процессоров в систему коклеарной имплантации. Поработали с родителями, объяснили, как пользоваться новыми речевыми процессорами. Что слышит их ребенок, на что нужно обратить внимание, как нужно будет заниматься. Бетишки вчера услышали свои первые звуки. Стали потихонечку привыкать к миру звуков, в котором мы живем. Сегодня с утра зашел, посетил всех ребятишек. Позитивно каждый из детей одел свой речевой процессор и стал им пользоваться. Это большое, скажем так, достижение, ввиду того, что у ребенка нет отрицательной эмоции на появление новой вещи на ухе. И, соответственно, они получают какую-либо дополнительную информацию, которая их стала привлекать. И, соответственно, интересно это. В Российской Федерации не везде выполняется коклеарная имплантация. Нужно сказать о том, что многие ее боятся, как новое непонятное техническое средство реабилитации. Очень длительное время требуется, чтобы подготовить профессиональные кадры. Начиная от врачей-сурдологов, которые, соответственно, впервые сталкиваются с такой проблемой. Именно к ним впервые обращаются дети. Они ставят врачи-сурдологи диагноз. А после этого отправляют на консультацию уже к отоларингологу. Те, которые определяются, возможно ли провести хирургическое вмешательство. Соответственно, таких регионов достаточно мало. Это большое достижение, на мой взгляд, для каждого региона. С учетом особенности отдаленности республики от центральных клиник города Москвы, Санкт-Петербурга. Не каждый пациент готов туда приехать. Не каждый ребенок спокойно перенесет столь длительную дорогу. Соответственно, это огромное достижение как врачей, так и Министерства здравоохранения и вообще Республики Саха, Якутия. То, что именно здесь проводят такие операции. В регионе сегодня есть подготовленные кадры. Тут нужно сказать о том, что есть сплоченный коллектив. Это и врачи-сурдологи, которые, конечно, мне ближе. Слаженная работа специалистов. К ним присоединяются, конечно же, сурдопедагоги. И видно о том, что это большие профессионалы своего дела. Но ничего бы не произошло бы сегодня, если бы нехорошая была бы работа у отохирургов, у отоларингологов. Врачи Республики готовы самостоятельно проводить хирургические вмешательства. То есть идет стимул, то есть частотный стимул на каждой частоте. У нее зрачки поворачиваются в ту сторону. То есть определяет звук. Достаточно громкий звук для включения. То есть это как бы абсолютно идет определенный поиск. Подеваете крючком на ушко. Дальше берете катушку в руку и проводите по голове. Она сама притянется. Я сейчас просто посылаю посылу на каждую. Слышат только она. Замирает. Хорошо время. Удивилась. Совсем удивилась. Ой, что-то. Сейчас чуть-чуть сейчас поворачивается. Слышат? Слышат. Слышат и идут прям в сторону аппарата. Ихит звук. Не перенеси. Понятно. Попробуйте опять часа четыре. Так. А попробуйте включить вторую программу. Так делать сразу.